Как оборонить хвоевое насаджение от шкодников и хвороб лесу? Отказы на проблемные пытания шукали у дельники международного семинара, который сегодня прошел в Гомеле. И он складался с двух часток. Сначала эксперты побывали в хвоевых лесах, где увидели пошкодженные вершинным караедом древы, а потом поделились уражениями и опытом на территичном этапе встречи. Как смагаются с усыханием леса у нас и за мяжой, доведалась Марина Джалая. Вершинный караед селится не только у коры древ Йонжеве и у галинках. А в прошлый раз падение галинок за этого жука в белорусских лесах назиралось 75 лет тому. В селе эта ситуация повторилась. С проблемой выросли для помощи международные эксперты. Кожную хворую галинку треба убирать с лесу. Сробить это необходимо до конца лета. Иначе караеды застанутся у них на зиму. Проблема усыхания лесов за распавсюдживание вершинного караеда особенно актуальной для Беларуси, Украины и Польши. К тому зараз информационному взаимодействию с международными экспертами у галиней лесной господарки особливая увага. Очень важно мнение всех ученых, практиков, не только с Республики Беларусь, но и с определенных стран, стран Европы, стран Америки. Потому что все в большей или меньшей степени столкнулись с этой проблемой. И опыт борьбы других стран очень важен нам также для того, чтобы максимально короткие сроки минимизировать создавшуюся проблему. Кропкой одлику в проблеме заражения белорусских лесов караедам лечится 2015 год. Засуха им гненно поуплывала на резкое повеличение популяции жука. Эпицентр пришелся на Гомельскую область, как самую лесистую и самую засушливую. Могчимости справиться с ситуацией худка не исновало. Летость успешка заражения так само была грандиозной. Единственный способ своевременно проводить рубки и сжигание порубочных остатков, когда караед находится там. Потому что три недели мы его не видим, как он заселился на дереве. Затем, когда он начинает под корой размножения, начинает дерево ослабевать и усыхать. Суцельную высечку летость провели на 25 тысячах гектаров белорусских лесов. Больше за половую на территории Гомельской области. Только селита в регионе вырубили около 7 тысяч гектаров лесу. На жаль, докладные диагностики для ранних, а выявление караеда нема во всем свете. Алимежнародные эксперты допомахают с методологией и укоронением в опыте краин, которые так само сутыкнулись с проблемой усыхания лесу. Привезли сюда экспертов из Италии и Германии. Опыт Германии может рассмотреть более детально аспекты мониторинга и практики вырубки. Италия может поделиться опытом по методологиям и также определение мест для вырубки. Нам сейчас нужно сконцентрироваться на том, какое будущее будет в Беларуси, в белорусских лесах и к нему подготовиться. Также необходимо рассмотреть возможности управления пострадавшим в пострадавших этих территориях, потому что, возможно, в будущем имеет смысл высаживать не только сосны, но и какие-то другие виды деревьев, для того, чтобы снизить воздействие и улучшить ситуацию в будущем. Минулая дождливая осень и снежная зима одоліли сам достатково вильгатти. Дякуючи этому, древы сдольные выделять больше смалы, и караеды не смогут истотно их пошкодить. Пакуль это только сподеванья. Як все будет на самой справе, покажет час.